Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Это понедельник, 29 января и перед началом нашего обзора хотел напомнить, что наш еженедельный вебинар пройдет уже в новом формате на YouTube канале, поэтому чтобы его не пропустить, либо воспользуйтесь ссылкой под описанием к этому видео, либо подпишитесь на канал и получите уведомления за полчаса до начала нашего вебинара. Итак, начнем наш обзор и как всегда приступим с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент тенденция восходящего сохраняется, следующие цели по восходящему движению это область 1.2559, после преодоления данного уровня уже вероятен поход на 1.2726. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях пятницы, это отметка 1.2363. Пара британский фунт, американский доллар, также продолжает свое восходящее движение, скорректироваясь несколько после торговли на максимальных значениях в четверг и в пятницу. Торгуемся вблизи минимальных значений в области 1.4106. Если британскому фунту удастся закрепиться ниже данного уровня, то уже вероятно начало коррекции. Ну а так тенденция восходящая остается в приоритете с целью движения на 1.4302 и далее на 1.4382. Пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент находятся в нисходящем движении. Ближайшие цели это преодоление минимальных областей. Пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент продолжают свое нисходящее движение. Следующая цель это движение ниже отметки 1.2281 и затем уже на 1.2110. Уход выше максимальных значений, которые мы уделили в пятницу на отметке 1.2390 уже вернет нас к покупкам по данному активу. То есть начало коррекционно восходящего движения по данной паре будет более актуально с целями на 1.2660. Пара американский доллар, японская иена продолжает свое нисходящее движение. Следующая цель находится на минимальных значениях. Во-первых, пятница уходит ниже данных уровней и далее уже движение на 1.1735. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях на прошлой торговой сессии. То есть пятница это отметка 1.10976. Пара австралийский доллар, американский доллар также продолжает свое восходящее движение. В пятницу были обновлены локальные максимумы в области 1.8135. Именно там сейчас находится цель для продолжения восходящего движения. Ближайшая цель, ну а следующая это уже движение за 1.8201. Ближайший разворотный уровень по данной паре пока отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы в пятницу на отметке 1.8003. Еврофунт на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Если все-таки данной паре удастся закрепиться выше отметки 1.8783, это максимальное значение, которое мы видели в пятницу, то уже вероятно начало коррекционного восходящего движения. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция на ослабление с целями движения на 1.8716 и 1.8680 остается в приоритете. Золото на текущий момент продолжает свое восходящее движение. Торгуемся вблизи минимальных значений в пятницу, это отметка 1.344. Если золото удастся закрепиться ниже данного уровня, то уже уверяют на начало коррекционного нисходящего движения. Пока торгуемся выше, сценарий на покупке остается в приоритете. С ближайшими целями движения ухода выше отметки 1.357 долларов за тройскую унцию и далее движение на 1.365. Нефть марки Brent на текущий момент также находится в восходящем движении. Ближайшие цели это закрепиться выше отметки 71.06, затем пойти на 72.17. Ну а ближайший разворотный уровень на текущий момент находится на минимальных значениях пятницы, это отметка 70.08. По индексу DAX сегодня с утра мы видим уже попытки закрепления выше максимальных значений, которые мы видели в пятницу на отметке 13.388, что в свою очередь нас на текущий момент возвращает уже к тенденции на покупку по индексу DAX. То есть в рамках часового таймфрейма мы вновь переходим в фазу роста и данный сценарий будет актуален, если индекс DAX сможет удержаться выше минимальных значений пятницы, отметка 13.265. По биткоину вновь мы видим попытки начала коррекционного движения, которое было на выходных, но на текущий момент нужно уже будет смотреть, как будет закрыто, в том числе и сегодняшняя торговая сессия. Если биткоин закрепится ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 11.193, то вновь коррекционное движение в диапазоне 11.800-10.300 опять сохранится. Ну а в свою очередь уход выше максимальных значений, которые мы видели вчера в воскресенье, отметка 11.855, уже будет говорить в пользу продолжения роста по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Это был, как всегда, ежедневный обзор основных инструментов. Если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк и увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо за внимание и до свидания.